В Махачкале, 13.45, в студии Мара Багирова, редактор выпуска Шерепат Шульгина, звукорежиссер Светлана Сеид-Гусейнова. Сергей Мельков провел заседание оргкомитета по празднованию юбилея Расула Гамзатова. Официальное открытие года поэта прошло 1 марта. С тех пор уже проведено немало мероприятий. В городах и районах республики были организованы поэтические вечера. Установлены баннеры. В каждую среду в национальной библиотеке включают по громкоговорителю стихи Расула Гамзатова на национальных языках. Какие юбилейные мероприятия были организованы в Баку, сообщила министр культуры Зарима Бутаева. Отвечу, что в ходе рабочей поездки в Баку на встрече с советником министра культуры Республики Азербайджан Джахангером Салимхановым для обсуждения вопроса организации празднования столетия Расула Гамзатова Азербайджана. Также в Русском зуме в Баку на площадке Россотрудничества с участием официальной делегации логови и председателя Народного собрания Зарима открылась фото-литературная выставка, которая передана в Русском культурном центре и перед лишним форматами показана региона Азербайджана. К столетию Расула Гамзатова готовится к запуску и портал. Тематику народного поэта представят на дагестанских площадках «Инвестфорума», «Минеральных водах» и на Санкт-Петербургском экономическом форуме. К юбилею Расула Гамзатова запустят большой красочный 10-томник его произведений и будет реконструирован мемориальный комплекс журавлей, отметил глава региона. Вот сейчас начнется туристический бум, да, они кроме как мобильными приложениями пользоваться не будут. Надо, чтобы они в Дагестан приехали, могли открыть телефон, навести QR-код и посмотреть во время прибавления в Дагестане, где какие мероприятия проводятся. Тогда они уже будут формировать, а может быть и за пределами Дагестана, тогда они уже будут формировать маршруты свои. На самом деле это очень важная и хорошая история. По Дагестану курсирует поезд Победы. Сегодня он прибыл в Дербент. Всего первая в мире иммерсивная выставка о событиях Великой Отечественной войны, размещенной в движущемся поезде, посетит три дагестанских города, в том числе Кизляр. Впервые поезд Победы приезжал в нашу республику в прошлом году. В этом к нему добавился новый вагон, а значит посетители прочтут еще одну военную страницу. Историю, путешествующую по стране, в Махачкале встретил наш корреспондент Магомед Баширов. Хадижа вместе с папой в числе первых, кто встречает поезд Победы. Про Великую Отечественную войну на уроках истории рассказывали часто, но прикоснуться к ней это непередаваемое чувство. И каждая следующая экспозиция это новые впечатления и открытия. Все было очень интересно, впечатлительно, все было очень реалистично, красиво, очень интересно было слушать. Я много чего узнала об этом. Поезд Победы это уникальный проект, в котором история путешествует по стране. Образы прошлого, портрет Великой Эпохи в лицах, жестах и подлинных чувствах. По маршруту посетителей ведет аудиогид Лидия. Зайдя в поезд, люди смогут пройти долгую дорогу войны. В этом году в состав добавили и вагон, посвященный военным трибуналам. В первой части воссоздан интерьер биологической лаборатории, где японские ученые проводили опыты над людьми. А во второй части воссоздан фрагмент из зала юстиции Нюрнберга, где изображены скульптуры подсудимых военных преступников из руководства нацистской Германии. Махачкала встречает поезд второй раз. Среди встречающих вице-премьер Муслим Телякау и глава Махачкалы из Ван Гадзи Магомедов. Экспозиция это символ трагедии и большого подвига советского народа. Он рассказывает о том, как все это происходило. Он рассказывает о том, какое мужество беспримерное проявляли наши воины и наши люди в тылу своим героическим трудом. И сегодня, благодаря тому, что мы помним о тех великих событиях, благодаря о том, что память об этих трагических и героических событиях навсегда останется в веках памяти нашего народа, мы и сегодня имеем право и возможность остановить фашизм, который поднял более чем через 80 лет свою голову. Конечно, молодежь, которая пойдет в эти салоны, посмотрит в этом поезде, на этих запечатленных скульптурах и монументах людей, они сопереживают, почувствуют эту боль, почувствуют, что чувствовали наши в тылу, почувствуют воины, когда совершали подвиги, жертвуя собой во имя победы. Нулевой вагон – это входная зона, где посетитель получает аудиогид, узнает о количестве вагонов, где с помощью видеороликов познакомится с историей создания поезда. В Махачкале построят торговый центр на полтора миллиарда рублей. Об этом сообщила прислужба правительства Дагестана. В новый комплекс «Шелковый путь» войдут культурно-торговый центр, гостиничный комплекс, бизнес-центр и еще ряд зданий. Строить этот объект будут по 2024 год включительно. В правительстве республики обсудили изменения в бюджет на этот год и вопрос предоставления участков под инвестпроекты. Несмотря на то, что некоторые решения были пересмотрены, все прописанные ранее бюджет и социальные обязательства будут учтены. Что же касается инвестпроекта, то по ним принято положительное решение. Это позволит расширить производство и создать дополнительные рабочие места. Подробности заседания в репортаже Нурлана Алиева. Несмотря на изменения, вносимые в бюджет, он остается дефицитным, но при этом в документе учтены все социальные обязательства. Скорректированы, а в отдельных случаях оптимизированы ранее принятые решения. В то же время увеличено финансирование агропромышленного комплекса. Уточнили средства на развитие дорожной отрасли и увеличили объемы резервных фондов. В итоге ожидаем общий объем поступлений свыше 177,8 миллиардов рублей. Это на 637 миллионов рублей, плюс первоначальное назначение. При этом дефицит бюджета сохранится в течение всего финансового года. Основным источником его покрытия станут остатки средств на счетах. На заседании также рассмотрели вопрос предоставления инвестпроектам участков в аренду без проведения торгов. Один из них – кондитерская фабрика «Юнион» мощностью 8 тысяч тонн продукции в год. Им для расширения производства необходимы дополнительные 10 гектаров земли. В итоге завод создает около сотни дополнительных рабочих мест и за период планирования выплатит почти полмиллиарда рублей налогов. Нынешнее производство замечено в поселке Леменкен, является достаточно давно действующим, достаточно давно успешным. Дальнейшее развитие компании требует того, чтобы оно расширялось, для чего необходимо строить с него здание. На 6 гектарах в районе ипподрома появится многофункциональный комплекс «Шелковый путь». Он будет включать в себя торгово-культурные и бизнес-центры, гостиницу на более чем 500 человек, спортивные объекты и по замыслу должен стать центром притяжения туристов и жителей Махачкалы и Каспийска. Стоимость проекта – почти полтора миллиарда рублей. Он создаст около 200 рабочих мест, налоговый потенциал – 770 миллионов. Оба проекта прошли согласование и по ним приняты положительные решения. В республике начата большая работа по реконструкции и строительству систем и инженерной инфраструктуры, а также повышение качества коммунальных услуг. Все это проводится в рамках программы по устойчивому развитию предприятий энергетики ЖКХ, утвержденной Сергеем Меликовым. Все мероприятия по программе осуществляет созданный единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения в Каспийске, а в сфере теплоснабжения – без Бербаши. В частности, в Каспийске и из Бербаши наладили бесперебойную подачу воды в многоквартирных домах. Отметил первый вице-премьер Манвел Мажон. Нам удалось уйти от графика подачи воды в двух муниципалитетах – Каспийске и Сбербаши, и вода населению подается на сегодняшний день круглосуточно. Кроме того, планируется еще ряд мероприятий по улучшению услуги по подаче питьевой воды. Эта работа будет продолжаться. В этом году планируется также мероприятие по модернизации систем подачи тепла в городах Дагестанские огни и Кизельюр. Также в наших планах в этом году консолидация активов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в городе Махачкале. В Катахском районе прошла масштабная патриотическая акция в поддержку специальной военной операции президента России. Митинг собрал представителей местной администрации и общественников, работников учреждений и организаций, молодых активистов, школьников и педагогов. Были выражены искренние слова благодарности родителям, вырастившим сыновей, героев России. Прозвучали стихи, написанные одним из них Нурмагомедом Гаджимагомедовым. Участники митинга почтили память погибших специальной военной операции военных выходцев Кайтакского района. Жители района уверены, Дагестану есть кем гордиться и недалек тот день, когда наши ребята, отстаивающие сегодня интересы страны, вернутся домой с победой. Мы продолжаем серию материалов о развитии транспортного коридора Север-Юг. Два основных элемента в этом автодорожном сегменте – это трассы Р-215 Махачкала-Астрахань и Р-217 Кавказ. На обеих сейчас реконструируются большие участки. О том, как Дагестан становится ключевым регионом транспортных маршрутов – Магомед Баширов. По трассе Р-215 Махачкала-Астрахань и Р-217 Кавказ в сутки проезжают до 50 тысяч автомобилей. Это огромная нагрузка и большая интенсивность, учитывая, что дорога двухполосная. Сейчас ее расширяют и на месте посменно работает дорожная техника. Протяженность ремонтируемого участка – 16 километров. Полностью разбираем существующую дорогу до основания и дорожную одежду строим заново, новое и асфальтное покрытие следует за ними. Эта работа включает в себя устройство основания. Это два условия происходят – нижнее основание, среднее основание и само покрытие асфальтное. На участке работает бригада из 60 человек в одну смену. После ремонта дорога станет четырехполосной и движение по ней станет безопаснее. Из семи ремонтируемых участков в этом году сдадут только два. При должном финансировании все подрядные организации готовы сдать до конца года и оставшиеся участки. Регион планирует также строить обходные дороги через Хасаверт, Махачкалу и Дербент. Сейчас два из трех проектов находятся на экспертизе. Задача перепроектировщиками, которые занимаются проектированием обхода Махачкалы, поставлена тоже такая, чтобы в этом году они обязательно завершили работу по проектированию и зашли в экспертизу. То есть, учитывая то, что у нас на данном этапе все эти три обхода строительной монтажной работы, начало предусмотрено распоряжение правительства Российской Федерации 25-го года, к этому времени у нас в наличии будут правительственные документы по всем трем объектам. Дагестан становится ключевым регионом транспортных маршрутов и поставок продукции на экспорт и ввоза по импорту. Поэтому развитие дорожной сети в регионе обретает особую важность. Сегодня Всемирный день борьбы с туберкулезом. Это заболевание, к сожалению, не теряет своей актуальности в Дагестане и во всем мире в целом. В России ежегодно выявляется более 100 тысяч новых случаев туберкулеза. Около 25 тысяч человек умирают от этого заболевания. Каждый год Республиканский противотуберкулезный диспансер проводит ряд мероприятий, приуроченных к этой дате. Среди них возможность пройти бесплатную флюорографию исследований легких. Сегодня передвижной флюорограф находится в парке имени 50-летия Октября по адресу Мама Шемеля, рядом с ДГТУ. Воспользуйтесь возможностью пройти обследование и сразу получить заключение врача-офтезиатра. Акция продлится до конца марта. Время приема с 9 до 15 часов. В Национальном музее имени Тахагоди открылась выставка показ научного архива известного дагестанского исследователя и искусствоведа Порока Дибирова, который называется «Атлантида Порока». Архив ученого музея подарила его семья. Это материалы обследования, которые вошли во все его известные монографии, многочисленные поездки по селам Дагестана, их фиксация через фото, графику и стампы, атрибуция, макеты, вклейки, более 5000 единиц ценного бумажного материала. Будучи художником, Порок Дибиров сам фотографировал и делал рисунки высокого уровня, отметила куратор выставки Джамиля Дагирова. Вся его жизненного творчества, вся его научная деятельность была посвящена изучению и сохранению декоративно-прикладного народного искусства орнаментов архитектуры Дагестана. Все, что было передано тогда сюда в УЗИ, оно насчитывало, наверное, я так думаю, что порядка 12-13 тысяч единиц. Управление Федеральной службы судебных приставов России по Дагестану напоминает о всероссийском конкурсе среди журналистов на лучшее освещение деятельности службы. Конкурс проводится по шести номинациям. Это лучший телесюжет, радиосюжет, материал в печатном издании и в интернет-СМИ и фоторепортаж. А также новая номинация «Лучший проект социальных медиа» присуждается за лучший информационный проект в социальных сетях и мессенджерах, освещающих деятельность Федеральной службы судебных приставов. За дополнительной информацией обращаться по телефону 67-02-47. Дагестанский гидромедцентр сообщает, сегодня в горных районах местами небольшой и умеренный дождь, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, в горных районах северо-восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха 16-21 градус тепла, в приморских районах плюс 13-18, в горах 9-14, местами до 19 градусов тепла. В Махачкале ожидается без осадков, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха плюс 14-16 тепла, вода в море 12 градусов.